Друзья, всех приветствую! В начале очередной торговой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что сегодня я проведу традиционный вебинар, правильный понедельник в 15.00 по московскому времени. Но тему этого вебинара предлагаю определить вам, поэтому в нашем телекрам-канале мы запустим голосование. Я предложу разные топики, которые будут касаться совершенно разных финансовых инструментов. Та тема, которая вам приглянется и наберет больше всего ваших голосов, станет основной в ходе моего предстоящего выступления. Ну что ж, друзья, вкратце, это неделя. Очередная череда выступлений представителей американского регулятора. Напомню, что сейчас мы следим за позиции Федрезерва очень внимательно, потому что получили статистику по инфляции, индекс потребительских цен снизился, но при этом пришли к выводу, что пока по одному релизу еще рано делать выводы о том, что дезинфляционный тренд в американской экономике вернулся. Будет продолжаться и дальше, соответственно, приблизит американский регулятор к этому судьбоносному, очень важному для рынка решению по смягчению национальной монетарной политики. Сегодня буквально с 12.45 до 14.30 по GMT нас ждут выступления Бостича, Бара, Уоллера и Джефферсона. Это, конечно же, не самое ближайшее окружение Джерома Пауэлла, но все-таки, я думаю, то, что нам важно сейчас понять общее позиционирование голосующих членов американского регулятора и чиновников-руководителей региональных отделений ФРС, потому что я думаю, что правильный анализ и посылов, всех посылов и тезисов, которые будут озвучены ими, поможет нам в итоге определиться с будущими действиями Федрезерова. В авторник нас ожидают данные по индексу потребительских цен Канады. В среду протоколы заседания американского регулятора в четверг целая куча отчетов по индексам активности производственного сектора и сферу услуг Еврозоны, отдельно ведущих стран ЕС, Англии, американской экономики, ну, может быть, даже индексы производственной активности сферы услуг США будут иметь наибольшее значение, потому что это уже подготовка для нас к будущим показателям по ВВП. И закрывать эту неделю будет в пятницу отчет по заказам товара длительного пользования. В общем, есть на что обратить внимание, есть чему спровоцировать локальную волатильность и задрать рыночные риски, поэтому заранее, когда мы понимаем, что на повестке экономического календаря есть отчеты, за которыми мы будем следить, обязательно, друзья, не забывайте, насколько важно контролировать риски и следить за нагрузкой депозитов. Ну что, индекс доллара 104.32. Мы работаем, опять же, с риторикой представителя американского регулятора, и из всех чиновников, кто выступал на прошлой неделе, я отдельно хочу отметить главу ФРБ Миннеаполиса Нила Кашкаре, который отметил, что заявил, не уверен, что ставка американского регулятора, которая сейчас составляет 5,5%, достаточно ограничительная для того, чтобы обеспечить устойчивое снижение инфляционного давления. Ну и здесь, если разобрать по полочкам эти тезисы, действительно можно сделать вывод о том, что один из голосующих членов американского регулятора, а их на самом деле больше, чем один, поддерживает идею того, что американскому регулятору, может быть, будет уместно рассмотреть возможность дополнительного повышения ключевой процентной ставки. И постоянно делается отсылка на то, что один отчет еще действительно не меняет общей картины. До этого у нас было три релиза подряд, когда один из потребительских цен рос, и, соответственно, если эта тенденция снова проявится через месяц, то мы вернемся к прежним рискам и активным спекуляциям на тему того, что американскому регулятору будет уместно рассмотреть возможность переноса сроков смягчения экономической политики с этого потенциального сентября на конец этого года. Другой представитель ФРС, руководитель ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, также отметил, что одного отчета недостаточно, чтобы нейтрализовать и перекрыть негативный эффект от роста за последние три месяца индекса потребительских цен. Поэтому, скорее всего, еще рано делать вывод о том, что нужно смягчать экономическую политику. Лоретта Мейстер, которая является согласующим членом американского регулятора, также уверена в том, что прежде чем ФРС согласует решение о снижении процентной ставки, пройдет еще куча времени. Лоретта Мейстер, кстати, допускает, что первое снижение процентной ставки произойдет только лишь в конце этого года. Кстати, идею того, что американские регуляторы снизят ставку лишь в декабре поддерживают и аналитики Банков Америка. Да, если придраться и начать разбирать позицию с точки зрения других инвестбанков, то, наверное, из десяти крупных, которые уже озвучили свою точку зрения по тому, как будет меняться американская монетарная политика, мы найдем и те банки, которые считают, что ставку уместно снизить в июле. Но будем реалисты, друзья. По инструменту FedWatch Tool, скорее всего, это произойдет не раньше сентября. А если у нас будут снова признаки усиления инфляционного давления, то будем обсуждать активнее, детальнее уже декабрь. В сухом остатке индекс доллара все еще сохраняет потенциал для роста, потому что снижение американской валюты, долгая и среднесрочная, его можно рассматривать только с учетом того, что мы точно знаем, что американские регуляторы снизят ставку, и причем произойдет это очень скоро. Сейчас начинает продавать доллар, потому что ФРС снизить ставку через четыре месяца, мне кажется, очень опрометчивое решение. Поэтому я такое решение сейчас принимать не буду, и долгосрочный индекс доллара сохраняю в длинных позициях. Золото 2437 долларов за тройскую унцию. Это новый исторический максимум. Мы достигли нашего целевого ориентира, превысили отметку 2400 долларов за тройскую унцию. Сейчас этот рост, скорее всего, продолжится, потому что ему будет способствовать рыночный сантимент. 27%, то есть подавляющее, меньшинство находится в длинных позициях, и рынок идет по пути на меньшего сопротивления против толпы. Толпа сейчас сидит в коротких позициях. Доллар пока никак не определился с тем, что будет дальше. Снижаются доходности американских облигаций. И последние новости, связанные с инцидентом с вертолетом городского президента. Очень много новостей сейчас поступает в последние часы. Но я думаю, что в любом случае это рост политической неопределенности. Это непонятные дальнейшие отношения с США. И непонятная вовлеченность уже с точки зрения потенциально нового политического режима в конфликт между Палестиной и Израилем. За этим фоном мы, конечно же, будем теперь следить внимательнее. Но сейчас из-за того, что неопределенность достигла какого-то апогея, конечно же, понятно, почему золото пользуется активным спросом с открытия текущей торговой сессии. И, скорее всего, почему оно будет дальше расти. Я предлагаю смотреть на дальнейший уровень. Это уже понятные новые рекордные отметки. Но почему бы нет, друзья? Почему бы нам не замахнуться на планку 2500 долларов за тройскую унцию? Евро против доллара 1,0879. Я очень ждал отчет по инфляции в пятницу. Данные по индексу потребительских цены показали, что в годовом выражении индекс потребительских цен инфляции остался на прежнем уровне 2,4%. Базовая инфляция тоже не изменилась 2,7%. Какой-то реакции евро не было. И сейчас все зависит от доллара. Доллар пока сохраняет такой статус в диапазоне 104 и 104,50. До тех пор, пока у нас не будет более выраженной динамики по доллару, я предлагаю рисковые инструменты еврофунта оставить в покое и посмотреть на другие активы. Среди которых американский фондовый рынок, который мы раньше покупали активно в расчете на обновление исторических максимумов. И это уже произошло, потому что в текущей котировке 5334 доллара, точнее пункта по S&P. Ждем роста к нашей заветной долгосрочной цели. Мы ее поставили еще более полугода назад. Это 5500 пунктов. Доллар иена 155,70. Ожидание снижения. Это ориентир, который остается в работе. Цель 150, я от нее не отказываюсь. Не забывайте, что очень сильно на прошлой неделе разочаровали данные по ВВП Японии. Мы пришли к выводу, что снижение ВВП это следствие падения потребительской активности, но потребительская активность снизилась не из-за того, что что-то шоковое происходит с инфляцией. Она более-менее стабильна. Потребительская активность снизилась из-за того, что очень сильно подорожал импорт. А произошло это из-за резкого ослабления курса национальной валюты. Поэтому Банку Японии нужно вмешиваться, если не проводя новые интервенции. В них, может быть, сейчас нет необходимости. Но, по крайней мере, закидывая на рынок идею того, что он может рассмотреть возможность дополнительного повышения процентной ставки. Это должно привести к укреплению японской иены и тем самым снижению стоимости импорта и разгона потребительской активности. Также не забывайте, что JP Morgan ранее обозначили целевой ориентир 157. Точнее, это даже не целевой ориентир, это уровень рентабельности, выше которого пару, скорее всего, уже и не пустят, потому что это та самая отметка, когда инфляция из-за ослабления валюты будет полностью компенсировать рост заработных плат. Идеальный, на мой взгляд, для долгосрочных идей уровня сейчас с этим нужно пользоваться и ждать, соответственно, снижения пары в районе отметки 150 иен за доллар. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой недели. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok